Ну что, подъезжаем к настоящей зимней сказке. Остановились еще кофейку выпить. Едем уже больше пяти часов. Но до Петрозаводска нам осталось полтора часа. Скоро доедем. Уже такая красивая зимняя сказка начинается. Жалко, не могла заснять. Сзади сижу в машине. Мы такие красивые сосны проезжаем. Вообще, мне так нравится природа. Вот Карелии, Финляндии. Потрясающе красиво. И зимой надо ехать в зимнюю сказку. На самом деле, я долго думала, куда нам деться в эти праздничные дни. Куда нам поехать. Очень хочу на Зантибар. Но, честно говоря, в пятером туда лететь очень накладно в праздники. Без праздников нормально. А вот на новогодние каникулы цены задранные. В Турцию не хочется, потому что куча ограничений. Сначала думали про Стамбул, но что-то совсем неинтересно с их ограничениями сейчас. Смотрела разные наши города. И Казань смотрела, и Калининград смотрела. Все улетало, как горячие пирожки. Все брони. Я никуда не успевала. Хотели поехать в зимнюю сказку. Может быть, даже доехать до Кольского полуострова. Но, чтобы нормально доехать до Кольского полуострова на машине из Петербурга, не хватает немножко времени. Каникул не хватает. У нас маловато дней. Вот. Смотрела Карелию. Еле нашла место, где нам жить. Еле-еле. И вот туда мы сейчас едем. Ты устал? Нет, я бодер. Бодер? Мы сейчас едем как бы по правой стороне Ладожского озера. А обратно будем возвращаться через Рускеалу и левую сторону Ладожского озера. То есть мы так его объедем за эту поездку. Ну все, поехали дальше. Последний рывок. И мы на месте. Темка Заяц заснул в машине. Пойдем туда сначала зайдем. Ну что, мы доехали. Вот такие у нас тут простенькие номера. Ну в принципе, смотрите, все необходимое есть. Даже телек стоит. Такой номер на 4 ночи стоит 9 тысяч рублей. Вот сейчас новогодний праздник. Ну вот и такая тут ванна. Ну в принципе чистенько все. Приличненько. С добрым всем карельским утречком. Сейчас 10-й час утра. И только-только начинается рассвет. Посмотрите, какие сосульки у нас. Огромные. Вот такое доброе карельское утро. Все заснежено. Вот там за деревьями озеро, но мы попозже к нему подойдем. Посмотрите, как красиво. Вот, и живем мы вот в этом доме. Да, конечно, природа в Карелии потрясающая. На финскую очень похоже. Но это, в принципе, почти одна территория. Зимняя сказка. Ну а мы едем в деревню Киндесова. Там нас ждет интересная программа. Достаем свое. Вы пытаетесь пересечь границу суверенного государства Киндесова. Выходим, выходим. Хотя, гляньте, какая красота. Деревню-то нашу все присыпало снежком. Водитель выходит, выходит. Потом поедем на штрафстояночку. Стояночку. Выходи. Выходим, выходим. Того же на контроль касается всех. Никого не пропущу без документов. По номерам москвичи. Питерцы. Ох, питерцы без документов. Да не бывает такого. Ну что ж, до выяснения обстоятельств вы арестованы и задержаны. Будем выяснять, что вы за перебежчики. Да откуда? Пойдемте со мною. Хочу сказать, что вы пытаетесь пересечь границу суверенного государства Киндесова, которая располагается, если вон туда посмотрите, на живописнейшем берегу реки Шуя. Восемь. Восемь. Ой, молодцы какие, догадались. Видно, у вас есть какая-то секретная информация. Готовились пересечь нашу границу. Ой, мой, мой. Ой, мой, мой. Тетка, ты кого остановила? Ой, не знаю, люди такие прилично на такой машине. Номера какие-то. 1, 9, 8. А ничего, никаких документов нету. Не знаю, что с ними делать. Это же наши гости. Ой, да какие гости. Гостей с самого утра ждала. А эти приехали, и вышли с машиной дойдут, улыбаются за мной. Вы гости? В гости. Ой, господи, я просто волосилась-то гости. Что делать-то будем? Прощения просить. Ой, простиралка открывает гости, что по-карелински означает простите нас, гости дорогие, не признали. Увидитесь, потому что вас ждет очень много чего интересного. А теперь можно машину отогнать на штрафстояночку. Вон туда. Опять опозорилась. Опозорилась, а мой-вой. А мой-вой, опять не признала гости. Смотри-ка, ну пройди, пройди. Границы. А вдруг какой мужичок загляет, так чтоб не отвертелся уже, раз приехал ко мне. Ну так, вставайте. Ой, гости, гости, вставайте вот так. Не знаю, лица краше, чем сзади. Да уж, не знаю. Тервы в теле гости дорогие, добро пожаловать в деревню Киндасово. Вот Киндасово на русский слух. Ничего не понятно. А у карелов есть такое слово, Киндас, что в переводе с карельского означает рабочая рукавица. И вот каждый день я жду гостей или же прихожу на нашу площадь, чтобы открыть наш уникальный памятник. Я ж вам говорила, что деревня наша уникальная. О, какой у нас памятник. Я ж говорила, мой муж бывший. Видите, сбежал после того, как я памятник поставила. Памятник рукавицы. А еще у нас была история. Приехала нам как-то бабушка одинокая, свободная. Потерла нос. А глянь, она уже замуж вышла. О, какой у нас волшебный памятник. Давай, давай, иди. Три носа. Маша, будешь тереть нос? Да, буду. Давайте, давайте, давайте. Обязательно вы выиграете. Поделитесь. Да уж. Я за муж я приехала, потерла нос. А через два месяца замуж вышла. О, ну как видно, что загадала-то мужичка. А главные герои в этих байках, наши незадачливые мужики. Вот, например, я хочу рассказать, вот как вот мы живем в нашей деревне. Хотите хоть узнать, как мы живем? Конечно. Вот в понедельник нормальные люди что делают? Работают. А наши мужики отдыхают. Во вторник что нормальные люди делают? Но не праздничные дни. Во вторник работают. А наши мужики только готовятся к работе. Учил штаны одевать. Но с тех пор, если хочешь стать киндосовцем, полезай в наши штаны. Смотрите, у нас есть технология. Я считаю, как ты, колми, вы прыгаете. Руки на плечи. Да на наши плечи. Вот так. Упси. Как ты? Колми. Ой, молодец какой, как быстро попал. Молодче, бригадче, парень-то молодой. Так. Укси. Какси. Колми. От, молодец. Так, как зовут? Артем. Артем. Ой. Артем, будешь у нас за новостями в пряжу бегать? А то мы тут сидимки до своего без новостей скучаем. А ты нам новости будешь приводить. Молодец. Ой, мужичков-то мы в нашей деревне, ой, любим, ой, родоватые. Так. Укси. Артем. Такой шустрый, даже не дождался. Слушай, ну тебе по блату. У нас же в нашей деревне кто самый главный? Президент Гиндасова. А скоро перевыборы. Будешь... Президент. Понять, что будешь депутатом. Сейчас я вас отведу в наш местный деревенский музей. Вот самая простая еда в нашей деревне мужики едят. Вот что они любят. Они любят пшеную кашу. Вот наварят вот такую вот кастрюлю. Наварят. Ой, такие родоватые. Ой, как много каши. А масло-то забыли положить. А масло, это они в ломбаре. Ой. Сидят, думают, господи, что же делать масло-то в ломбаре. Так что придумали-то? Смотрите, кашу зачерпнут и в амбар. Масло зачерпнут и в дом. Так и бегают. Туда-сюда за маслом. Туда-сюда за маслом. А пряженец-то идет. Я же говорила, что не поспекались. Говорят, господи, да что же вы делаете? Взял из амбара крынку, да и поставил на стол. Ой, какие наши мужики-то родоватые были. Благодарили пряженца. И избавил от беготни, да от суеты. Вот такие незадачливые бывают у нас мужики. Даже не могут догадаться. А теперь прошу, гости. Прошу, прошу, гости. Ой, гости, дорогие. Пройдите, пройдите. Это первое знакомство. Потом нас ждет еще деревенская филармония. Ух ты ж. Давай, вот мы городские. Не умеете тепло сохранять. Вот затаскиваемся в деревенский дом. Пройдите, пройдите, пройдите. Чайок-самогоночек. Наша деревня основана на байках и анекдотах. Но прежде я хочу сказать, что наша деревня раньше не называлась Киндесовым. В 1496 году наша деревня называлась Итнавуак. А потом уже только через 100 лет, в 1563 году наша деревня уже имела название Киндесова. Пойдемте. Давай, давай. Или кто-нибудь. О, а я поснимаю. Тогда кто-то будет бабушкой. Да, я буду бабушкой. Вы будете у нас дедом, а вы будете у нас красавицей. Ну, пойдите сюда. Маша красавица. Тебе повезло. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давайте сейчас все вместе. Раз, два, три. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Называется Малька Зеркальца. Раньше наши киндесовцы не знали, что такое Зеркальце. И вот как-то раз я в Питю ездил, но решил своей красавице Марье Зеркальце привезти. Посмотрела. Испугалась, расстроилась. А-а-ой-ой. А-а-ой-ой. Не оставил. Ну, если как бы, дайте ко мне посмотреть. А-а-ой-ой. 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 А-а-а. А-а-ой-ой. Ты какая же красавица. А это ж старуха беззубая. Сидят уже вдвоем плачут. А-а-ой-ой. 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 В 2019 году нами было выпущено третье издание наших уникальных киндасовских баров. Идём в концертный зал деревенский, гости к Мати. Ну что, киндасовец, или, да, киндасовец, правде говоря. Ушанка тебе не нужна? У кого есть совесть, 100 рублей, у кого мало совести, 50 рублей, у кого нет совести, 10 рублей. Нам сюда. Концертный зал. Здравствуйте, дорогие гости. Добро пожаловать в нашу деревушку киндасова, уникальную, своеобразную, да, в нашу деревенскую филармонию. Мина Олан Юлей. Атасах Мати Минун Пойга. А это Мати мой сынок, а меня Юлия зовут. Мы с вами совершим музыкальное путешествие по культуре Карелии. Культура Карелии уникальна, своеобразна и, очень надеюсь, придётся вам по душе. Их исполняли обычно женщины. Женщина выходила на берег Ламбы, маленькое лесное озеро, и пускала свой голос по воде. И когда она пела, то её песня напоминала крик лебедя. В старину лебедь считался священной птицей у Карелов. И учёные предполагают, что эти песни могли быть частью магических обрядов. Ну, а потом эти песни ушли, ой, обряды ушли. А песни остались. Ну, и я исполню для вас приветственную Йойгу по случаю приезда гостей. Ну, а следующим уникальным жанром Карелии являются руны. Руны – это древние эпические песни. Вы когда-нибудь слышали о карело-финском эпосе «Калевала»? Конечно. Карело-финский «Обоскалевала» составил финский учёный и фольклорист Элиас Лёнрот. Он совершил 11 путешествий в Северную Беломорскую Карелию, а также в Финляндию. Но в Южную Карелию он не заезжал. И поэтому долгое время считалось, что на территории Южной Карелии руны не бытовали. Но это не так. У нас были как похожие сюжеты, так и отличающиеся. И даже был свой главный герой – Илмаринин. В отличие от Вяина Мёйнина, который был главным героем в Северных Руках. Руны зачастую пели мужчины в спокойной и тихой обстановке с частыми повторениями. В них очень подробно описывалось. Во что, дед парень? Какие украшения на себя одевает девушка? Я бы хотел вам исполнить небольшой фрагмент Южно-Карельской руны «Сватовство в Хейтале». В ней будет рассказываться о том, как кузнец Илмаринин поехал свататься. «Сватовство в Хейтале» А потом родилась Калевала – литераторный памятник всемирного наследия, который переведен на 160 языков мира. Ну а еще одним музыкальным символом Карели является инструмент Кампеля. И как нам говорит Калевала, первый инструмент изготовил Дайна Мёйнин, а изготовил он его так. Как-то раз он со своими друзьями, Илмаринином и Йоу Кахайненом, плыли по огромному озеру. И вдруг их лодка наткнулась на что-то огромное. Наши друзья посмотрели вниз и увидели огромную щуку, и начали с ней бороться. Наконец-то они ее победили, вытащили на берег и приготовили из нее что? Ух, ну, билей. Калокей, это рыбный суп, правильно. И осталась одна голова. Что же из нее сделать, подумал Дайна Мёйнин и решил сделать музыкальный инструмент. Он растопырил голову щуки, вместо колков он использовал ее зубы, а вместо струн он натянул волосы воздушной девы и начал играть. И когда он играл, то все люди, звери, рыбы, птицы приходили и слушали звуки этого инструмента. И даже зрелые мужи роняли слезы при звуках Кантеля. А когда эти слезы падали в Белое море, то они превращались в жемчуг. И сейчас я вам сыграю наигрыш Северно-Карельская руна. Вот такие же деревянные корыцы, поющие кора, как называют его кальвола. Те же деревянные калки. Только струны раньше делали из живых животных. Он звучал мягче, глупше, а потом стали заменять на металлические. Время идет. И если первые инструменты, ну, как предполагают ученые, были частью магических обрядов, частью обрядовой деятельности, то потом музыка уходит в развлекательную сферу. И вот уже канцеристы, любимые гости на беседах, где собирается карельская молодежь для танцев и игр. И мы с Матей сейчас исполним для вас по лесовой наигрыш Липпа, Южная Карелия. Мы выдавали такие песни, пиерелейки, круговые песни танца. В них вставала вся община обычно. Танцевали их либо на полянах, уже свисты начиная, либо в доме. И вот по собственной пении ходили в парах, выполняя несложные движения, которые многократно повторялись. Сейчас мы исполним с Матей для вас пиерелейку Пап Панеталу. Папенькин домик, синенький домик, у милого дом из камня. Девушка ждет своего суженого, но она не сядет сани к любому первому встречному, а дождется, пока придет парень на хорошей лошади, на хороших санях, и увезет ее в свой дом. Пап Панетало. Паппани тало, синенький домик, у милого домика, у милого домика, у милого домика. Паппани тало, синенький домик, у милого домика, у милого домика, у милого домика, у милого домика. Паппани тало, синенький дом, у милого домика, у милого дома, у милого дома. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Точно! ДимаTorzok 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 Еще у нас здесь особыми пирогами кормят. Вот вы везде по Карелии поездили, везде калитки, калитки, калитки. А у нас тут особые пироги, кейтен пирот, особые пироги гостевые, для азиатя назывались. Но их просто так не дают. Говорят, заработать надо. Ну мы думали, думали, как помочь заработать-то на чай. Ну что, придумали корзину для зарабатывания на чай. Так, вот так вот. Рубль. С вас два. Шутка не прошла. Так, той на рубль. Сизо, тупик, на рубль. Так, вот так вот шарфунок. Той на шарфунок. Вот а лузыкку. Вот а лузыкку. Так, что мы вам дадим? Мы вам дадим шарфунок. Вот так же, шишите потихонечку. Так, вот а лузыкку. Так, что тело. Будете звонить. Так, что ложки или трещотку? Что больше, стучать или трещать? Да, трещать. Трещать. Нехватка, да? Да. Ну что, ложки. Да, давайте. Туда. Так. Ну что, а играть мы будем любимый корейский танец в этот месяц. Я сказала, что корейская страсть, как любишься русская. Ну вот. Значит, играть будем не все вместе, а по очереди. Говорю ложки, играют ложки. Говорю рубль, играют два рубля. Так, значит, шарфунок. Вот у нас тут три шарфунка. Мужики шелшат. Да. Женщина, трещотка, трещин. Дубин. Кеуло. Лучше слышать, за металлическое ушко взять. Да. Ну все, хиле оболитеритом. Лучше слышать, да? Шарфунки. Шарфунки. Бурин. Кот молочек шелла. Как профессионально шетит. Кошки. Рубель. Шарфунок. Шарфунок. Трещотки. Ило. Плесчетки! Плесчетки! Рулись! Будем! И все вместе! Ай, молодец! Ой, молодец! Заработали на чае! Молодцы! Ну что ж, как дети в полевой кухне скажут, мы на чае заработали с миром! Отлично! И сразу это пароль называется! Любке озо кайки юре! Я желаю вам здоровья, счастья, удачи! Ну, конечно, всего хорошего! И, надеюсь, до встречи у нас в деревне Киндасово! Спасибо! Спасибо, Сула! Да, мальчик у вас чудесный! Про меня уже никто и не говорит мать! Я уже могу на пенсию ходить! Смотрите, куда нас ведут! Вот это чай! Проходите, проходите! Проходите, Костя! Проходите! Проходите! Чай! Чай! Мира наша! Карельские пироги! Вам берите салфеточку! Бери, моя принцесса! Чай с травками! Наш фирменный! С полевой кухни! А? Что здесь? Что? Да мы сдачу сдать! Что, попробовали мы карельского пирога! Внутри он с пшенной начинкой, сладенький, вкусненький! Попили чаю! Я очень надеюсь, что вам было так же интересно, как и нам! В этой деревне живут реально всего 8 человек! Они возрождают культуру Карелии! Они выиграли грант на развитие своей деревни! И если вы окажетесь в Карелии, обязательно приезжайте! Действительно очень здорово поднимают настроение! Деревня Киндесова! Так, народ катается! Вадька поехал! Смотрите, какой снег пушистый, белый, чистый! Так, дайте мне сначала слезть! Мать идет, спокуха! Да, вот здесь осторожно, смотри, здесь деревяшка! Ура! Снег в ботинке! А здесь ниже, по-моему, или нет? Тут он накатан, он не поедет! Владик, куда у него? Владик, тут не поедет! Поедет! Вопрос, куда? Воу, воу, воу! Ура! Ты приехал! Качели! Смотрите, вот здесь окном Европу! А я думала, в Питере! ну что нагулялись мы пошли греться а папа замерз какая дева тут в общем здесь очень здорово весело прохладно вкусные пироги приезжайте